Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Вы знаете, чем дальше в лес, тем больше дров. На самом деле, что-то эта история обрастает уже какими-то непонятными моментами. Правда, действительно. То до этого заговорили о том, что а вдруг вообще ничего не было, а вдруг действительно мама жива-здорова и просто, так скажем, Уралочка решила вместе с Сафаром всю эту ситуацию преподнести, дабы забылась новогодняя история, когда они отличились. Но, что самое интересное, в сегодняшнем ролике, когда они пекли запеканку, готовили запеканку, вот эту картофельную запеканку с грибами, был очень интересный момент, который я хотела бы с вами обсудить, друзья мои. Вы знаете, в начале ролика, вот честно, не запомнила, то ли на третьей, то ли на четвертой минуте, в общем, в самом начале их ролика, где она благодарит всех за зрителей, за то, что смотрят, их прекрасный добрый канал. И вот там как раз-таки, значит, такой интересный момент. Сафар спрашивает, а когда маму похоронили? То есть, я так понимаю, что, скорее всего, он зачитывал этот вопрос, и он спрашивает у Уралочки, он спрашивает у Уралочки, а когда маму похоронили? Ребят, только вдумайтесь в этот вопрос. В этот момент Оля делает круглые глаза, смотрит на него и говорит, маму похоронили в городе. Потом, говорит, расскажу вам об этом за шитьем. Сейчас, мол, говорить не буду, вот буду шить, да, она же планирует уже заказы брать, она говорит, и расскажу об этом, обо всем за шитьем. И вы знаете, здесь на самом деле я действительно напряглась. Я сначала, кстати, когда я вот это вот все дело услышала, мне показалось, что он спросил, где маму похоронили. Ну, что люди, мол, спрашивают, а она говорит, в городе. Но потом мне одна девушка написала, говорит, Галя, посмотри, обрати внимание, он спросил, когда похоронили маму. Я действительно зашла, еще раз прослушала, он правда сказал, задал вопрос Уралочки, когда похоронили маму. Вы меня извините, конечно. В любом случае, если вы муж и жена, если вы живете вместе, да, если вы говорите о том, они же рассказывали, что они поминки там должны были справлять как раз-таки в столовой и так далее, да, когда они там уже узнали о смерти мамы, неизвестно, то ли 8-го, то ли 9-го числа, по крайней мере, 9-го она вышла с роликом, но 8-го она сказала, что созванивалась с племянницей, они звонили и никак не могли дозвониться до этой ковидной больницы. И вот что самое интересное, как, если люди хоронили маму, как люди не могут знать, когда похоронили маму, какого числа, каким образом он, живя с Уралочкой, может спрашивать у Уралочки, когда похоронили маму. Если похоронами должны были заниматься целиком и полностью они, да, есть еще сестра у нее, но в любом случае близкие и ближайшие родственники, это как раз-таки они две дочки, правильно, соответственно, они должны заниматься, ну, хоронить свою маму. И вот этот вот вопрос, если честно, меня сбил с толку, я вообще ничего теперь не понимаю. То ли мама действительно жива-здорова, я не знаю, я не знаю, но я бы даже, честно, я бы не удивилась. Вот если бы такое произошло, нет, я бы очень сильно удивилась, но, наверное, вот, зная их, наверное, не очень бы удивилась, да, потому что уже были такие моменты, когда на Ютубе хоронили родственников, потом оказывалось, что это неправда, что все живы-здоровы и так далее. Но в любом случае здесь получается ситуация, если они с Сафаром не знают, если Сафар сидит и не может вспомнить, когда хоронили маму, так это может быть в таком случае, что они действительно к ее похоронам не имели никакого отношения. Возможно, маму вообще хоронили без них, и они не принимали участия в этих похоронах. Что-то совсем вообще становится все абсолютно непонятно. Ребят, ну ладно бы, знаете, ладно бы, я бы поняла, если бы эта история произошла несколько лет тому назад, да, когда они там еще не сошлись с Уралочкой и так далее. Он бы не знал, задали бы этот вопрос, и он бы у нее спросил, да, и ждал бы ответа. Оля, мол, скажи, а когда вот это случилось? Ну, вы меня извините, конечно, мама умерла седьмого числа, седьмого. Соответственно, хоронят, вот вообще хоронят в течение трех дней. Но здесь люди не в состоянии запомнить, какого числа похоронили маму. Вы меня извините, это не высшая математика. Это не что-то, то, что нужно там собрать огромное количество мыслей в кучу, да, дабы там, так скажем, вот поднапрячься и понять, когда же ее похоронили. Блин, запомнить дату похорон матери. Вот вы только-только этого человека похоронили, и он спрашивает, Оля, а когда маму похоронили? То есть он не знает, да, если бы он знал, он бы сам ответил зрителю и в комментариях, и там где угодно. А она вместо того, чтобы сказать, какого числа, да, делает вид, что она не понимает, и, говорит, похоронили в городе. Но, говорит, я потом скажу, когда буду шить. За шитьем, говорит, я все это вам расскажу. А что, в принципе-то сразу нельзя было на этот момент ответить? А что это такая великая тайна? Нельзя сказать, какого числа. Но ты же сказала, что мама умерла седьмого. Ты же сказала, что восьмого вы кинулись искать номера телефонов. Вы не могли дозвониться до больницы, да. Вот я говорю, я дозвонилась за две с лишним тысячи километров, нашла и телефон, и все, с первого раза дозвонилась. А они дозвониться не смогли. А здесь вообще, получается, он не знает, какого числа похоронили маму, и она, отвечая на вопрос, не в состоянии ответить, какого числа. Мне, кстати, кто-то из девушек написал о том, что в предыдущем, под предыдущим роликом, где они ходили как раз-таки в комментариях, где они ходили на ярмарке, они ответили, что маму похоронили рядом с отцом, похоронили 12-го числа. Если честно, мне тут вообще ничего не понять. Мама вообще-то умерла седьмого. Почему маму похоронили 12-го числа, тоже непонятно. Почему ждут столько дней, пять дней, да, ну, вообще не понять, что это за ситуация, тоже какая-то очень и очень странная. Но то, что он не смог элементарно ответить на вопрос, когда похоронили его тещу, ребят, это что-то с чем-то. И то, что она стала переводить тему и тоже не смогла ответить, получается, возможно, что они вообще не занимались этими похоронами, или они занимались, или они не могут вспомнить, когда это было. То есть они не помнят, что события, которые развивались 3-4 дня тому назад, я, если честно, в этом очень сильно сомневаюсь. Тут это какая-то история вообще просто вся затянута какими-то тайнами, да, как говорится, тайна, покрытая мраком. Одни сплошные тайны. Вот чем дальше мы начинаем о них говорить, тем больше вообще выливается непонятно чего. Но в любом случае какая-то ситуация действительно интересная. Потому что на элементарный вопрос, который им задают люди, когда похоронили маму, ответить не в состоянии ни зятек любимый, ни любимая дочечка. Он говорит, я так любила свою маму, так любила свою маму, что даже не можем запомнить мамину дату смерти. Я надеюсь, мамин вообще дату рождения хотя бы помнят еще, или тоже уже через неделю, как говорится, все это, знаете, бельем порастет, и тоже все это забудут. Ребят, ну что самое интересное, то, что Уралочка, Уралочка, она вообще не сидится ей спокойно. Я теперь понимаю, чем они занимаются целыми днями. Они создают новые свежие аккаунты, потому что с теми аккаунтами, которые они бегали на моем канале, а также на других обзорных каналах, да, они уже засветились, и вот они создают новые аккаунты и бегают за мной. Ребят, сегодняшний целый день за мной пробегала некая Неля Ярасова, да. Ну что самое интересное, она прибежала ко мне, написала кучу-кучу всяких гадостей, значит, пугая меня там всякими карами небесными и так далее. Прибежала и в комментарии под Уралочка, и в комментарии под Колесниковыми. Ну что самое интересное было, когда я нажала на ее аватарку, то я увидела, что вот эта Неля Ярасова, вернее, Ярасова, да, она, представляете, она сегодня, 17 января, как раз-таки зарегистрировалась на Ютубе, да-да, можете себе представить, что она вот человеку, да, человек левый, вот просто человек, который не имеет к Уралочке никакого отношения. Неужели он бы стал, вот только-только зарегистрировал свой аккаунт на Ютубе и бегом бежать сразу к Галинке-малинке, написывать ей, какая же она сволочная девка, да, какая она плохая, какая она хреновая, как я ее обсуждаю, эту Уралочку и так далее. Ну, понятное дело, что это, скорее всего, они сами, либо их, так скажем, самое ближайшее, ближайшее, приближайшее окружение. Я даже уверена, что это сама Оля, потому что стиль письма очень и очень похож. Я никогда в жизни не поверю в то, что человек только зарегистрировался на Ютубе и побежал, не к блогеру какому-то, побежал прямо на обзорный канал, да, вот выяснять отношения. Причем самое интересное, когда я написала, что ты и есть Уралочка, говорю, иди молись, они не шасты по каналам, она мне стала писать вообще какую-то ерунду, что я вообще из Казани, я вообще, говорит, ждала 20 дней, да, я, говорит, бабушка из Казани, я, говорит, попросила своего внука создать сайт и высказать мнение о вас. Боже мой, какой бред, что за бред она несет, какие 20 дней. Я про Уралочку узнала только какого-то там 3-го числа, наверное, 3-го числа у меня вышло первый видос на Уралочку. Какие 20 дней она ждала, я не знаю. Вот сразу заметно, что Оле проблема с числами, то есть, что они с Сафаром не в состоянии были ответить, когда же умерла мама, что здесь они путаются в показаниях. Понятное дело, что это их левые неки, с которых они как раз-таки строчат обзорщикам. Но не понимают люди, друзья мои, не понимают они, что дело не в обзорных каналах. Да, кстати, все больше и больше появляется от них провокаторов, которые приходят и говорят, да, да, а вот это все обзорщики, это обзорщики. Они поднимают всю эту тему, и интерес к этой теме подогревается и так далее. Это вот обзорщики их смотрят, и за счет обзорщиков поднимаются просмотры. Обзорщиков всего там человек 5, 6 или 8, ну, максимум 10, да, которые о них говорят. А смотрят-то как раз-таки основная масса, это другие зрители, это точно не обзорщики. От 10 просмотров обзорщиков ничего не будет. Но я прекрасно понимаю, почему приходят вот эти вот провокаторы и пишут такие вещи, потому что они хотят, чтобы обзорщики замолчали, перестали поднимать всю эту ситуацию и поднимать вот эту, так скажем, народную волну возмущения зрителей, возмущения граждан, да, которые не согласны с тем, что творилось в новогоднюю ночь как раз-таки у них дома. И я полностью согласна с теми, кто мне пишет, что да, действительно эту ситуацию замалчивать ни в коем случае нельзя. Нельзя, поэтому ждем, что будет дальше, как что-то будет известно в любом случае. Хотя, знаете, у многих настроение не очень, не очень, да. Люди говорят о том, что вот, мол, скорее всего им ничего не будет. Да и вообще, в принципе, вот жалобы поступили, но там тоже что-то не то. Но, слушайте, если жалобы не писать, то, соответственно, я имею в виду те жалобы, о которых я озвучивала, правоохранительные органы, да, если бы люди вообще этого не делали, то точно ничего бы не было. А так, как говорится, будем ждать, будет у меня какая-то новая информация, поделится со мной тот человек, который уже писал мне, значит, связывался со мной, то будет хорошо. Мы тогда узнаем, что же там такого интересного, что там будет в итоге, чем, как говорится, вся эта история закончится. Я поняла одно, что Уралочка ненавидит обзорчиков, поэтому бегает под левыми никами, написывает всякие разные гадости. Возможно, кстати, почему у нее сегодня уже было плохое настроение, возможно, их уже взяли за одно место, возможно, с ними уже связались, и они поняли, что да, действительно, да, вот процесс, так скажем, запущен, и что-то будет дальше. Вот только до Уралочки, до Сафара никак не доходит, что враги-то как раз-таки не обзорщики, и не те зрители, которые указали им на их ошибки, нет. А те, которые говорят, да ладно вы, не переживайте, да не обращайте внимания на тех, да все вы правильно делаете. Вот если вы так будете правильно продолжать, в кавычках, все это делать, Уралочка, то точно ничего хорошего и путнево не выйдет, в любом случае, как ни крути. В общем, ребят, какая-то странная ситуация. Пишите, что вы думаете по поводу того, что Сафар спрашивает конкретно, я говорю, третья, четвертая или пятая минута, когда маму похоронили. То есть как, если ты знаешь, что маму похоронили определенного числа, ее хоронили вот на днях при тебе, ты что не в состоянии сам ответить и сказать, там, допустим, десятого похоронили маму, там, одиннадцатого, девятого, да? Ты сидишь, спрашиваешь у своей жены за кадром. Жена стоит, смотрит на него огромными глазами, знаете, такими и говорит, ее похоронили у нас в городе. Потом, говорит, расскажу, когда и что. Почему сразу-то не сказать? А что это за тайны мадридского двора? Ребят, честно, мне вообще не понять. В общем, да, как-то вот все очень и очень выглядит странно. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Все, всех целую, обнимаю. Всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии. Всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok